Здравствуйте дорогие друзья, вот уже практически год у меня Pixel 7 и 2 месяца я его использую как основной девайс. В этом видеоролике я поделюсь ключевыми фичами Android, которых мне не будет хватать на iPhone, плюс расскажу про опыт использования этого девайса. Устраивайтесь поудобнее. И начнем мы с киллер фич Android устройств. Альтернативные магазины и установка приложений из сторонних источников то чего не хватает на iPhone. Немало количества приложений имеют региональные ограничения. Или вовсе присутствуют только на сайте разработчиков в виде АПК файлов. На любой Android смартфон можно накатить альтернативный магазин приложений, причем они постоянно эволюционируют. Например Huawei AppGallery имеет эксклюзивное приложение которое нельзя скачать в Google Play, да и в сам магазин был интегрирован прогрессивный поиск Petal Search. Также компания решила вопрос связанный с запуском приложений на устройствах не имеющих Google сервисов из коробки. Достаточно один раз установить бесплатное приложение Gbox и предоставить ему разрешение, как больше не будет необходимости совершать какие-либо дополнительные действия. Просто запускайте АПГалери, ищите и выбирайте любое необходимое приложение, например Google диск и нажимайте кнопку установить. Приложения, которые раньше не запускались, сейчас будут иметь иконку Gbox и устанавливаются они как обычно. После установки запускаете приложение, пользуетесь и наслаждаетесь. В процессе использования АПГалери вы даже не будете больше обращаться к работающему в фоне Gbox, а он поддерживает все популярные приложения, требующие Google сервисы. Пользуйтесь магазином приложений АПГалери, легко и быстро скачивайте любые Google сервисы. В любом случае возможность установить АПКшечку пусть и на свой страх и риск не будет лишней. Также бывает, что разработчики просто ломают приложение, а откатиться на предыдущую версию нельзя. По крайней мере на айфон раньше можно было, но это дичайшие костыли. Более широкие инструментарии по привязке банковских карт на Android для бесконтактной оплаты также радуют. Apple Pay работает не во всех регионах и банках. На айфон, по крайней мере в России, проблема частично решается платежными стикерами, но вот лично я пользуюсь аж тремя банками и тут стикерами не напасешься. Европейский союз всячески давит на Apple по поводу установки сторонних магазинов, альтернативных способах бесконтактной оплаты и выбора голосового ассистента по умолчанию. Ходили слухи, что альтернативные магазины появятся в iOS 17, даже в самой компании Apple подтверждали, что некоторые наработки ведутся, но закон Европейского союза примется только в марте 2024 года, так что Apple будет приопираться до последнего, разумеется со всем своим пулом юристов. Так что ждать еще придется долго. Далее по частоте использования у меня стоит свайп клавиатура. То, что сделало Google в свой киборд, пока недостижимо в iPhone, где свайпы появились в том числе на русском языке, но набирать там можно лишь что-то простое, иначе придется долго корректировать. На Android Google клавиатура просто разрывает своей скоростью и удобством, когда пишешь одной рукой и на ходу. Да, на iPhone можно установить крутую клавиатуру от Google, но есть вопросы связанные с быстродействием, попадаются периодически баги, плюс все что связано с безопасностью все равно будет вводиться принудительно через стандартную клавиатуру iOS. Также невероятно удобным, особенно при использовании смартфона в одной руке, и тем более если у вас лопата остается свайп назад от правой, а не только от левой части экрана. Также не забываем, что на iPhone свайп от левой части экрана для возврата домой имеется не во всех сторонних приложениях. Где-то доступен свайп, где-то нужно нажимать кнопку, где-то просто стрелку, разнобой тоже попадается. Это не частая история, но все равно с таким сталкиваешься и просто тыкаться начинаешь. Функции одновременного запуска двух приложений в режиме разделения экрана также не хватает на iPhone. Не сказал бы, что я им часто пользуюсь, но Telegram плюс навигатор или YouTube плюс навигатор стали просто мастхевом в дороге. Почему не часто? Наверное потому, что для того, чтобы активировать разделение экрана необходимо сделать очень много действий. Ну в некоторых андроидах есть удобные свайпы вроде провести костяшкой пальцев для того, чтобы все это дело разделить. Вот это быстро, но в большинстве случаев необходимо переходить в режим многозадачности, включать разделение экрана, потом выбирать приложение, которое уже должно быть в режиме многозадачности. В общем это неудобно, но по крайней мере для себя несколько полезных юзер кейсов я все-таки выделил. И да, не забывайте о том, что чатиться во время движения в автомобиле нельзя. Позаботьтесь о безопасности себя и окружающих. Заканчивая тему с навигацией очень нравится то, что направление движения и метры дублируются в пункте управления. Еще обожаю концепцию объединенного пункта управления и центра уведомлений. Один свайп открывает доступ к обоим меню. Конечно конкретно на пикселе тут еще хотелось бы видеть ползунок яркости, а не свайпать еще раз вниз, но на других андроид смартфонах это есть. Я до сих пор в айфоне иногда путаю и вместо центра уведомлений запускаю пункт управления или же просто промазываю, особенно когда едешь в транспорте или например на велосипеде. Очень нравится возможность настройки сетки приложений. Я очень хочу увидеть 5 иконок по ширине в айфон вместо 4. Особенно это смешно смотрится на лопатах. Конечно в андроиде есть огромное количество кастомизируемых фиш. Вроде расположение иконок в любом месте рабочего стола, выбрать тем, тем иконок и еще всякого разного. Но я взрослый человек, у меня нету времени расставлять иконки вокруг обоины или выбирать какой-то там кривой пак, где не все иконки все равно будут адаптированы. Это по части стороннего софта. Не хватает на iOS и выбора приложений по умолчанию для быстрого запуска на экране блокировки. Пиксель конечно такой себе пример, выбор с андроид 14 там ни о чем, но на других оболочках все ок. В айфоне я до сих пор не понимаю, зачем мне отдельная кнопка для запуска камеры на экране блокировки, если есть свайп от правой части дисплея. В андроиде так вообще на функциональные кнопки можно назначать запуск программ. В айфоне тоже это будет как минимум в айфон 15 pro, где переключатель бесшумного режима вроде как заменят на кнопку действий и там можно будет назначать запуск некоторых фиш, но это будет эксклюзивная фишка именно айфон вроде как 15 pro, как то так. Зашел и продвинутый буфер обмена, который позволяет не просто скопировать, а сразу отредактировать скопированное и отправить куда нужно. Постоянно использую, ровно как и возможность посмотреть все последнее скопировано. То есть буфер обмена не на одну ячейку памяти. Последняя функция есть и на iOS, но опять же необходимо устанавливать стороннюю клавиатуру вроде Clipboard и это костыли. Качественный ползунок регулировки громкости выглядит именно так. Нажав кнопку еще, ты получаешь доступ к настройке всего. И тут это все просто и понятно. В айфоне с этим все до сих пор печально и не интуитивно. Понравилась быстропроводная и беспроводная зарядка на андроид и уведомление об оставшемся времени заряда. Это очень удобно. Айфоны до сих пор заряжаются медленно и это факт, в айфон 15 pro только появится 35 ваттная проводная зарядка. Беспроводные зарядки там тоже медленно, в то время как на айфон 14 pro проводная зарядка всего 27 ватт. В андроидах она уже до 240 ватт доходит. Понятное дело, что это явно пойдет не на пользу емкости аккумулятора и его деградации. Но вас никто не заставляет, вы можете купить малоамперный блок и заряжать. Забойтесь о состоянии здоровья аккумулятора, а когда надо взять мощный адаптер и быстро зарядить смартфон. Был удивлен, но системные настройки андроид стали куда проще и понятней чем на айфон. Пока Apple с каждым выходом нового поколения операционок лишь усложняет его, что пользоваться можно только через поиск, в андроид все просто, лаконично и понятно. Тут вообще без комментариев, если взять отдельное приложение вроде камеры, часть функции имеется в самом приложении камеры, а часть функции необходимо настраивать именно из системных настроек операционной системы. Просто от этого взрывается мозг. А системные настройки настолько сложны, что мне проще воспользоваться поиском по ключевым словам, чем что-то там искать. В общем в андроиде действительно много всего и это я рассказал со своей точки зрения человека, который больше пользовался айфоном чем андроидом. То есть я пользуюсь андроидом так же, как я пользовался бы айфоном. Это уже просто сила привычки. Наверняка есть куда большее количество полезных фич, которые отметит для себя именно андроид пользователь со стажем. По поводу опыта использования андроид устройств с точки зрения пользователя, который перешел с айфона. Ну и на примере железки Google Pixel 8. Единственное место, где я по-настоящему страдал бета андроид 14. Начиная с третьей беты для разработчиков стало все хорошо. Сейчас операционки iOS и андроид настолько идентичны, они настолько за вот эти годы эволюции переняли функции друг у друга и стали лучше, что переходя с айфона на андроид, что обратно какого-то дискомфорта при использовании не испытываешь. Все принципы, в принципе, извините за тавтологию, идентичны. Вот, есть боль, связанная с самим переездом, потому что необходимо искать какой-то кроссплатформенный софт. Это особенно актуально для тех, кто пользуется двумя смартфонами, как я, с разными операционными системами. Плюс важно выбрать правильный андроид. Оболочка Pixel Launcher просто one love. Быстрая, плавная, с кучей фишек и крутейшей тактильной отдачей и звуками. Это прямо iOS в мире андроид. Правда и ограничений в ней хватает. Например, нельзя удалить строку поиска и виджет самое главное. Плюс до сих пор нет адекватного метода переезда с заметок iOS именно на андроид. Нет какого-то такого инструмента для экспорта, приходится все вручную переносить. Ты уже пользуешься андроид девайсом, а заметки все еще переносятся. Благо есть возможность зайти в iCloud и воспользоваться браузерной версией заметок. Также больно из-за того, что не все приложения оптимизированы по 64-битную архитектуру. Это касается только Google Pixel 8 с чипом Google Tensor G2. Некоторые старые программы и в целом не супер оптимизированный софт, но это касается какой-то нишевой темы, просто не запускаются. Тут скорее есть вопросы не к программной части, а именно к железу пикселя. Оно не топовое. Во всем остальном современный андроид, в частности Android 14 ничуть не уступает iOS 17, а как я уже рассказывал ранее в некоторых вещах, даже имеет преимущество. Главное выбрать правильное железо и нужную оболочку под это железо и вы кайфанете. На этом все. С вами был Вадим Ищенко на YouTube-канале ProTech. До скорых встреч. Увидимся в следующих видео. Буду надеяться, что этот видеоролик оказался для вас полезным. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok